Всем привет! С вами Олег Завадский и программа «Спортлайв». В ближайшие 10 минут самые яркие события спортивной жизни Брестской области. Финал четырех крупного гандбольного турнира Сеха Лига вновь пройдет в Бресте. Болельщики в ожидании большого спортивного праздника. БГК в числе претендентов на победу в финале четырех этого турнира. Пока в копилке лишь два вторых места. Будет ли домашняя победа, узнаем совсем скоро. Ну а сейчас давайте вспомним, как мешковцы играли на домашней площадке. Брестский финал четырех Сеха Лиги был бы невозможен, если бы БГК не гарантировал себе место в квартете сильнейших в рамках регулярной части сезона. Для решения этой задачи нужно было побороть хорватского гранда «Загреб». Мешковцы лихо начали встречу и постепенно наращивали отрывы в счете. К перерыву 14-10 в пользу местной команды. Вторую половину встречи мешковцы начинали уже с позиции лидера, так что отрыв немного вырос. Дела хорватов стали совсем плохи, и тренер гостей Бранко Тамши запросил тайм-аут уже на 39-й минуте, при неприятных минус 7 на табло. Правда, общение с тренером «Загребу» не сильно помогло. Брест спокойно держал комфортную разницу мячей и довел игру до уверенной победы. 31-26. Выставили, тоже показали характер, ликвидировали их, главное оружие, контратаку. В принципе, сражались до конца, поэтому, я считаю, победили заслуженно. И дальше финал четырех, будем там бороться. Помимо БГК, в решающих матчах сыграют хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардер». Кто на кого попадет в полуфинале, вопрос пока открытый. Зато в плей-офф Лиги Чемпионов соперник мешковцев уже известен. Им стал немецкий «Фленсбург». Напомним, в принципиальном домашнем матче Лиги Чемпионов БГК разгромил шведский «Кристиан Стад» и в четвертый раз подряд вышел в плей-офф престижного гандбольного турнира. Матч недели Лиги Чемпионов в Бресте решал судьбу сразу трех команд. От игры французов в скобке с «Вардером» зависело многое. Однако при любом стартовом раскладе мешковцам нужно было побеждать в домашнем матче. Задолго до конца игры было понятно – БГК свое не упустит. Даже концовка встречи в режиме «Лайт» не дала викингам ни единого шанса. Мешковцы шагают дальше. Лига Чемпионов продолжается. 23 и 31 марта БГК сыграет с Фленсбургом. А главные матчи Сехолиги Виктория примет 2 и 3 апреля. Продолжение следует. Элитный гандбол приглашает. В Брестке волейбольный клуб «Прибужья» вышел в финальный раунд чемпионата страны по волейболу. В одной второй финала «Брещанки» без особых проблем разобрались с командой «ФГОР-2002». Четыре матча – четыре победы. Теперь в соперниках остались лишь «Жемчужина Полесья» и «Менчанка». Полуфинальная серия волейбольного чемпионата Беларуси между местным «Прибужьем» и командой «РУГОР-2002» стоптовала в Бресте с уверенных побед хозяек площадки. «Прибщанки» отлично разыгрывали свои комбинации и позволили соперницам взять всего одну партию в двух матчах. А в основном «Менчанки» еле-еле добирались до 15 очков. Таким образом «Прибужья» оформила комфортный задел для выхода в решающий раунд чемпионата и завоевания как минимум бронзовых медалей. Нынешний состав у нас в состоянии бороться за самый высокий результат и с той же «Менчанкой». На этом этапе и в каждых играх должны биться за каждый мяч, за каждую партию, за каждую игру, как за последний результат. И все, больше ничего не надо. А мастерства всего у них достаточно. Единственное, должно быть огромное желание и самоотдача на площадке. Везде во всем нужно дорабатывать, чтобы выходить почище и играть, меньше своих ошибок. И тогда, я думаю, результат будет в нашу сторону. Всех порадует. Волейболистки «Прибужья» не стали откладывать дело в долгий ящик и в первом же гостевом матче оформили выход в финальный раунд чемпионата страны. Следующий соперник – «Жемчужина Полесья» из Мозыря. Праздничный забег в честь 8 марта. Такое в Брессе состоялось впервые. 10 километров на грибном канале осилили около сотни участников. О том, как проходил забег для любимых, узнаем в нашем сюжете. 8 марта – красивый и нежный праздник, когда мужчины изо всех сил дарят своим половинкам хорошие эмоции, поздравляют и признаются в любви. А вот само празднование этого дня, оказывается, может быть и альтернативным. Так, впервые в областном центре свыше 100 бегунов-профессионалов и любителей пришли на грибной канал, чтобы в честь любимых принять участие в легкоатлетическом забеге. Идея новая, интересная и имеет все шансы стать традиционной. Это первый забег вообще, который проводится именно в такую дату. Это первый забег, на который мы пригласили всех желающих людей, которые готовы именно активно провести праздник. Участники – люди самых разных возрастов, спортивной подготовки и физических возможностей. Все, кто захотел в этот день таким образом выразить свое отношение к женщинам. Дистанция забега для любимых оказалась не маленькой. 10 километров по лыжероллерной трассе Грибного канала. Кто-то быстрее, кто-то чуть менее ловко, но ее преодолели все участники. С чем их поздравили организаторы и вручили памятные медали и сладкие подарки. Ради жены, собираю жене старты, я давно бегаю, а жена относительно недавно. Вот ее зарегистрировал, сам решил пробежаться. Такие старты, они не ради победы, но случаются иногда и в пьедестале. Это скорее такая проверка сил тренировочная. Сезон только начинается, поэтому такие забеги помогают без особой ответственности просто пробежать силы почесовать. Белорусские пловцы отлично выступили на открытом чемпионате Латвии по плаванию. Завоевали более 60 медалей и установили два национальных рекорда. Среди самых успешных была еврейская юная звездочка Анастасия Шкурдай. Секретом успешной подготовки чемпионка поделилась с нашей программой. Смотрим. Подъем в 5 часов утра, с 7 до 9 первая тренировка, потом занятия в школе, а с 15 до 18 еще одна тренировка в бассейне. Это обычный день юной белорусской спортсменки, о которой заговорили во всем мире. Белорусская привезла на родину 5 золотых наград с открытого чемпионата Латвии по плаванию, который завершился 3 марта, а также новый рекорд. Анастасия Шкурдай переписала национальные достижения Александра Герасименя на дистанции 100 метров на спине. Он был недосягаемым аж с 2011 года. Я тоже как-то не сталкивалась к этому спокойно. Я не думала, что вот, это рекорд Александра Герасименя. Я просто относилась к рекорд Беларуси. Моя цель это не побить какой-то рекорд Беларуси. Моя цель гораздо выше. Это, во-первых, улучшать свои результаты. А рекорд Беларуси это просто прилегающее к моим результатам. Ну, тем более, Александр Герасименя ведущий спортсмен больше на спринте 50 метров. И на кроле больше на 150. Поэтому я думаю, что ничего здесь такого нет. Норматив мастера спорта международного класса на дистанции 50 метров баттерфлеем Анастасия выполнила в 14 лет. Уникальное достижение в истории отечественного плавания. Но тренер Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта Ольга Ясинович уверена, что даже в самом хорошем результате нужно искать ошибки и работать дальше. Ничего такого неожиданного не было. Мы сделали хороший сбор. Но я считаю, что Настя могла уже плыть давно по такому результату. Есть определенные всегда какие-то нюансы. Поэтому, в принципе, все по плану, работаем. Впереди еще много чего нужно делать. Результат не зависит только от одного тренера или одного спортсмена. Это работа большого круга людей. Мы работаем и с научными сотрудниками. Хорошо работаем. У нас есть сборный психолог. Поэтому ждем сборов, продолжения хороших, качественных сборов с полным обеспечением. Тогда, в принципе, если все будет складываться, может быть, можно рассчитывать на хороший результат. Времени расслабляться у Насти нет, так как этот сезон будет долгим. Впереди спортсменку ждут два основных старта. Юношеский чемпионат Европы по плаванию в Казани и юниорский чемпионат мира в Венгрии. А в Бресте уже в апреле пройдет первенство Беларуси среди юниоров, а затем открытый чемпионат страны. В дальней перспективе – Олимпийские игры в Токио, где, возможно, и осуществится самая желанная мечта спортсменки – золотая Олимпийская медаль. На этом все. С вами был Олег Завадский. Смотрите нас на сайте trkobres.by и в социальных сетях. Живите спортом, берегите себя. До встречи на спортивных площадках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok